привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня нашей темы передачи будет подбор всяких 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 штучек которые валяются на улице то есть как отучить собаку подбирать что-то на улице будь то съедобное будь то несъедобное то есть мы сейчас с вами рассмотрим несколько вариантов как научить собаку команде фу и так изначально давайте мы с вами вот сейчас немножко промаркируем такие вещи что фу и нельзя это разные вещи да то есть нельзя это примерно как маркер нет о котором я говорил то есть любое нежелательное действие которое вы говорите когда делает собака то есть нельзя или нет или там что-то в этом духе свое что-то придумываете афу это уже команда такая которая конкретно брось отойди и так далее то есть я сейчас тебе конкретно говорю вот для этого мы есть несколько способов то есть я уже показывал как научить на чисто на мотивации на положительном моментах то есть бесконфликтная дрессировка как научить собаку команде фу то есть когда собака она по доброй воле сама отбегает от этого предмета и причем не то что она отбегает от этого предмета она с радостью бежит к вам сходите по ссылке там два урока есть у меня именно поэтому именно как научить собаку команде фу но здесь понимаете вот для того чтобы по моему именно методу научить команду команде фу то есть это нужно обладать очень высоким очень высоким терпением то есть вы должны терпеливо заниматься с животными не за один день вы его научите не у всех я прекрасно понимаю что не у всех это получается поэтому ну классическая школа дрессировки команда фу это необходимая команда и она говорит о том что все-таки на контрасте нужно это все дело научить животное то есть если вы не можете научить именно по моему методу то есть я позиционирую свой канал именно о бесконфликтной дрессировки то пожалуйста прибегнуть можно к нескольким таким моментам как дрессировочная амуниция ну первого на первую я уже вам рассказывал да и немножко оправдаюсь я здесь скажу вам что все-таки если вы не можете по моему методу то пусть вы немножко повоздействуете на собаку и собака у вас отложит в голове что это все-таки плохо и даже может быть одномоментно двухмоментно ей будет ну неприятно и даже иногда больно но вы можете спасти свое животное там от всяких док-хантеров от от помоек вот этих вот то есть если вы научите собаку команде фу это одна из жизнеобеспечивающих команд то есть она очень важна и сохранит неоднократно жизнь вашему животному и так перейдем к действенным методам если вы не можете проявить терпение и так ну значит из наиболее таких не конфликтных методов это то есть вызвать неприятную ассоциацию если вы произносите команду фу до следовательно идет какое-то раздражение которое механически повлияет на ваше животное то есть я рекомендую всем заранее разбросать какие-то виды подкормок да пусть даже это кто-то сделает не вы это сделаете для того чтобы ваш именно запах не примешался вот как к этой еде а кто-то там из знакомых вы там скажете там 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 поставь флажочки чтобы я видел палочки какие-то кинь чтобы я знал что в этом месте конкретно в этом конкретной месте в этом конкретном месте но самый первый самый простой способ это конечно применение строгого ошейника да то есть собака идет у вас на длинном поводке вы дожидаетесь то есть провоцируете за равный момент когда собака у вас начинает подбирать вы резко дергаете вот сейчас вы на видео увидите это не моё видео я его выдернул из интернета я таким методом не не учу свою собаку значит следующий метод если вы не хотите прибегать именно к дрессировочной амуниции в виде строгого ошейника это неприятную ассоциацию можно вызвать посредством ну такого вот пистолета да это детский пистолет который пульками стреляет да самое главное чтобы но собака как бы не поняла что это стреляете вы что есть от вас этот негатив идет вот тогда у вас как бы более менее не конфликтный способ получится то есть вы идете на место где заранее там ваш помощник ассистент разбросал вот эти вот кусочки пищевой добавки собака у вас начинает подбирать вы командуете собаки фу и стреляете там куда-нибудь и в ляжку смотрите что по глазам только не попало да вот собаки больно она отпрыгивает и лучше желательно да если будете вы просто на поводке у вас собака будет еще дополнительно то есть вы и оттащите второй способ да и третий способ мы с вами будем рассматривать его это при помощи вот вот это это передатчик от радиоэлектронного ошейника да то есть посредством либо вибросигнала либо значит электрического импульса вы научите собаку не подбирать то есть но вот именно про радиоэлектрический ошейник радиоэлектронный ошейник я буду рассказывать в отдельной передаче сейчас я вам просто хочу сказать что вопросов на эту тему достаточно много возникает и с каждым днем пока вы не знаете то есть ваша собака рискует подобрать какую-то отравленную пищу тем более сейчас вот вот этих вот док хантеров этих целая куча развелась развелось ну и в общем вы рискуете когда выходите на улицу поэтому я вам еще раз говорю что я не не учу своих собак подобным образом мои собаки все на положительных эмоций то есть у нас команда фу это значит не то что я сейчас дубасить буду там или ты сейчас пулькой по заднице получишь да мои собаки они с радостью бегут ко мне потому что если они не подберут что-то здесь и сейчас то по-любому я им дам то есть ссылочка будет в описании к ролику сходите посмотрите тут самое главное это выработать этот условный рефлекс о том что это кайфово хорошо подбегать и бросать то что валяется там на улице но его нужно будет постоянно подкреплять так что друзья мои давайте решайте эту проблему выберите себя доступный какой-то способ для того чтобы научить собаку команде фу заслужите доверие заслужите уважение у нас умеете пурга такая митит страшное дело вообще и у вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег всем спасибо а